относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. И к этим же геополитическим точкам относятся республики Прибалтики. Так вот, от населения этих республик, так называемых государств, не зависит ровным счетом ничего. Один субъект надгосударственного управления передает другому субъекту надгосударственного управления эти республики. Их государственность началась в 1918 году, если что. И состоялась она благодаря германской армии и английскому флоту. Никакое другое это. Когда говорят о государственности Литвы, не надо забывать, что это одна из форм существования России, литовская Русь была. И это совершенно другой аспект. А современная Литва – это геополитическая точка, не более того, управление которой мы решим с американцами. Вот как Советский Союз передал американцам Прибалтику, так вот сейчас нам необходимо будет решить таким образом, чтобы Соединенные Штаты ушли и оставили Прибалтику под управление Россией. Другого варианта нет. Вот просто для этих народов другого варианта нет. И, в общем-то, я уже говорил по этому поводу, как решают проблему с населением Англосаксы. Ну, депопуляция идет во всех этих Прибалтийских республиках полностью. Ну, эстонки чуть ли не поголовно выезжают заниматься проституцией в Европу. Это что это? Это нормально? Ну, потеряются полностью эти народы вместе со своей культурой. Потеряются потому, что у них нет в культуре поддержания компетенций, обеспечивающих функционирование государства. Ну, нет. И много таких народов нет. Но если Россия такие народы защищала и вытягивала, давала им свою государственность, то Англосаксы их зачищают по полной программе. И вот такие геополитические точки, они призваны для одного – озвучивать интересы в противостоянии двух центров концентрации управления. То есть, когда что-то, какую-то претензию выкатывают вот эти вот псевдогосударства, которые вообще не государства, вот до пяти миллионов – это вообще не государство, это даже смотреть нечего. Я не говорю, что вот 800 человек в Ватикане – это не государство. О, еще какое государство? Или 600 тысяч в Лихтенштейне, в Люксембурге. Нет, это вот читайте работу о государстве. Так вот, вот такие вот геополитические точки – это площадка, с которой выставляется определенная претензия, через которую идет определенный диалог. Когда кто-то не может напрямую воздействовать на своего партнера по надгосударственному управлению, он использует такие геополитические точки. Разница между Казахстаном и Прибалтикой заключается только в одном. Если в Прибалтике впрямую рулят американская страновая элита, то в Казахстане это проект глобального предиктора. Хотя Соединенные Штаты своей внешней политикой очень сильно вмешиваются в управление, что и, в общем, привело к отставке Назарбаева.